друзья всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале увязание сегодня будет видео немножечко посмеяться наверное ну и вот в кадре такой пакет из прошлого можно сказать потому что не хочу шуршать сейчас за кадром я его открою но просто чтобы вы видели вот так вот он так мы его и нашли в общем мы тут разбираем вещи дома в родительской квартире и очень много всего интересного нашли не связанное связанием но общем связанием кое-что нашли связанные и это я не буду врать говоря что это прям точно однозначно первые мои изделия хотя в названии именно так и написано чтобы просто как-то привлечь ваше внимание чтобы вы понимали смысл видео но может быть не 1 может быть там второе третье какое-то изделие в общем одной одни из первых вещей которые я вязала вот как раз находится в этом пакете давайте сейчас за кадром это все распакуем и покажу вам в общем вот такая вот яркая картинка давайте наверное начнем так начнем на нас салфеток во первых смотрите что что я нашла из ниток да вот у меня этот пряжа не поворачивается язык назвать ну реально нитки это у меня даже здесь не сохранились нигде этикетки это какая-то явно пряжа скорее всего что-то типа ириса я честно говоря в этом не очень разбираюсь если вы разбираетесь можете оставить комментарий и вот эти вот три моточка четыре моточка и вот этот вот пятый это все насколько я понимаю мерсеризованный хлопок вот а вот это хлопок уже обычный он идет такой матовый кстати прикольный мне вот мне нравится и по цвету вот если бы я сейчас что-то выбирала я бы наверное все таки вот такой вот взяла цвет ну может быть вот такой если бы что-то вязала хотя то что я вязала из этих наточков конечно я сейчас не вижу и соответственно вот как вы видите уже можно понять что это салфетки я на самом деле когда была маленькая очень любила вязать салфетки чтобы вы понимали это школа где-то наверное класс 5 6 и и здесь на самом деле не все мои салфетки и даже не лучшие лучшие они были там иных на крахмалины и они вот так вот не как не фалдили они были вообще очень клевые и их меня попросили типа на время взаймы для того чтобы представить на какой-то там выставке ну и соответственно как вы понимаете так и не вернули то что я их вам не могу показать вот эту салфетку я так и не довязала я помню у меня была целая книжка с салфетками связанием со схемами по которым вяжутся салфетки и я прям реально это очень любила сейчас мне кажется ну за мне кажется что я бы и не села вязать никогда в жизни потому что я вообще не вижу салфетку ни одну в своем пространстве жилом и ну как-то это совсем не не в моем стиле но вот раньше и вязала такая вот она была она должна была быть по идее если я хорошо помню прямоугольный то есть квадрат и потом вывязывались дальше вот края вот но она так и будет не навязана так что тут еще вот такая маленькая салфеточка скорее как прихваток как прихватка наверное так давайте да вроде видно в общем я буду наверное попробую увеличить все это всю эту красоту это вот из этой пряжи что она даже какая-то грязная я даже не представляю какой это крючок на мне кажется это очень маленький может быть единичка или или меньше почему такая вот салфеточка так так это я оставлю на потом расскажу вам что это так вот такая кстати ничего такая прикольная да у меня не съем конечно нигде не сохранилась вот единственное видите вот здесь у меня кстати во многих во многих салфетках проблемы что у меня фолдила вот здесь по крайней мере от край до слишком такие как цветочки да наверное и не очень хорошо разбираюсь в узорах крючковых на общем фалдит вот по краям мне нравится кстати вот вот это вот часть то есть до до вывязывания остального вот этого узора эта часть мне нравится красиво смотрится вот этот узор такой как но не филейное конечно вязание но вот что-то типа того это я так понимаю у меня ушел весь моток потому что остаточков нет вот но кстати очень красивый такой небесный цвет прям кайф так ярко-желтый просто вырви глаз мне кажется даже постиранная салфетка сейчас уберу потому что она такая ну а может они постиранная не знаю она очень классно смотрите вообще яркая такая и связана кстати неплохо мне кажется если ее накрахмалить она вообще будет огонь и узор прикольный и вот эта вот часть мне тоже нравится срединная до вот этого вот этого узора красиво кстати слушать вот я сейчас так по ностальгирую снова влюблюсь в вязание салфеток вы потом еще будете мне писать аганя говорила что салфетки никогда не будешь вязать в общем как то так и вот это я не знаю мне кажется это моя любовь я ее кстати очень хорошо помню то вот из этой пряжи я вязала да вот у меня оставшийся моточек кстати вот эти остаточки можно использовать в качестве бросовой нити особенно где нужно ее так аккуратненько извлекать потому что вот мерсеризованный хлопок он на довольно скользкий и удобно использовать как ниточку которую вот потянул и разматывается короче вот это прям красота просто посмотрите помещается до помещается в кадр я не знаю вот такие салфетки может быть я бы еще и вязала потому что это кстати очень мелкая работа вот этой ниточки да да очень мелкая работа и плотненько здесь довольно так связано я так понимаю что из центральной вот этой вот дорожки я вот так вот вязала да и он будет отпарить конечно и мне кажется вообще супер единственное конечно она очень-очень яркая но вот еще смотрю еще на экран как это смотрится это смотрится прям такая нити как бабочка красиво очень красиво слушайте нет нет я не я не планирую вязать конечно салфетки но вот это мне очень нравится да вот еще у меня есть здесь вот вот такая вот как не знаю как это назвать в общем это на самом деле лямка короче суть в том что я когда в школе училась я связала из вот этого цвета и из вот этого это была комбинация или из розового и вот этого так может быть кстати из розового и вот это но неважно короче чтобы вы понимали нежные такие были цвета и я связала рюкзачок небольшой я помню что я носила его постоянно все лето и носила в нем ну деньги если были карманные я помню тогда еще я постоянно просто теряла деньги вот меня посылали в магазин за хлебом я доходила до магазина и денег у меня нет и носила ключи и деньги ну и там могла там не яблочко конечно вот что-то перекусить брать то есть он был не очень большой он где-то вот 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 такое вот чтобы вы понимали вот но я помню что все кто во дворе и и не не только в моем увидели вот этот рюкзачок они были все просто восторге к сожалению у меня нет фотографий этого рюкзака потому что на тот момент в моей семье не было фотоаппарата мы жили не очень так так богата вот и фотографии к сожалению вот нет у меня был только фотоаппарат вот пленочный ну позже появился да но мне кажется даже если бы он был на тот момент у меня то я бы не фотографировала рюкзака потому что я честно говоря почему-то его то есть я им гордилась конечно но я его не ценила настолько как на самом деле стоило бы вот меня просили я помню очень много раз связать такой же но мне было как-то лень я не хотела вязать другим ну собственно как и сейчас я не очень люблю вязать другим по нескольким причинам и давайте это вот все с салфетками вообще связанием крючком давайте я сейчас покажу да наверное начну с этих носочков мне кажется я здесь просто тренировалась вряд ли я планировала что я эти носочки буду использовать как носки для для своего ребенка сразу скажу это чистый акрил стопроцентный и вот эти варежки это тоже стопроцентный акрил я их оставляю на здравочку на финалочку точнее потому что блин это надо видеть вообще вот с этих варежек вы прям посмеетесь я думаю короче они на самом деле по форме очень подходят для маленьких маленького ребенка но не не для новорожденного конечно они великоваты для новорожденного но и они кстати очень плотно связаны здесь смотрите как какие смешные убавки они ну в одну сторону какие-то я не знаю вообще как как я вязала а я поменяла местами но вот это вот как я связала очень странно мне кажется здесь скрещенная петля да слышите точно да здесь скрещена поэтому вот так как-то очень очень странно смотрится да вот иногда так смотришь как ты вязал раньше и становится очень смешно здесь набор длинный хвост это резинка один на один кстати не скрещена это важно потому что в общем дальше покажу почему это важно но вот здесь я все-таки скрестила и эти носочки явно были после вот этих варежек просто потому что значит смотрите давайте я вам сначала покажу наверное вот без пальцев короче видите это тоже стопроцентное крыло видите очень сильно косит значит почему косит потому что здесь все связано с крещенными петлями и резинка видите причем скрещенные не только лицевые но скрещенные и изнаночные видите они и на изнаночной стороне тоже все такое вот скрещенное кстати почему-то камера передает цвет как томатный какой-то но он ярко-ярко-ярко красный и он довольно красивый но это опять же стопроцентное крыло и дальше вот это вот лицевая гладь она вся связана тоже с крещенными петлями просто такой общий смех ну я наверное вязала себе вот и поскольку это все таки я вязала когда была маленькой поменьше видите мне они маловато и здесь закрытие точно такое же как вот там вот на носочках видите с одной стороны вроде как более-менее хотя тоже мне кажется есть тут вероятно что скрещенные здесь вообще капитально скрещенные петли вот и вот это вторая варежка точнее скорее всего первая да то что ту я не довязала здесь изначально это задумка хорошая то есть пальчик он не на ну не сбоку а все-таки на ладони но из-за того что здесь жуткая косина он ушел вообще куда-то на тут тыльную сторону видите дырка такая короче вообще я когда это увидела я так смеялась причем вот здесь еще видите смена цвета это так так заметно но одновременно с тем что я посмеялась конечно я вот ну посмеялась не в смысле там хо-хо-хо там какая я была идиотка в том плане что ну это все очень мило как-то по-детски и вот с чего я начинала и такие конечно ну вот салфетки конечно чудо вообще мне кажется супер а вот эти вещи они немножечко смешные ну если носочки еще ничего а вот варежки это конечно прикол вот вот такие были мои работы в детстве вот с чего я начинала вязать до чего я дошла вы можете в принципе видеть на моем канале я периодически показываю и готовые работы но по крайней мере вот такого скрещенного полностью скрещенных лицевых полотна у меня уже нет и уже большой прогресс мне кажется вот пишите в комментариях вообще остались ли у вас какие-то свои первые изделия которые вы вязали вообще ну вспоминаете ли вы о них потому что вот я допустим вообще не помню как я вязала вот эти варежки вообще их не помню я помню как я покупала эту пряжу этот стопроцентный акрил в моточках и мне очень нравились все цвета но в принципе и сейчас мне кажется цвета ничего ну те что я в реале вижу вот и я но я очень хорошо помню как вязала салфетки в общем давайте сегодня вспомним с вами свои первые вязаные вещи когда мы только-только учились какие ошибки были может быть или наоборот что круто получилось поделитесь в комментариях мне кажется такая очень интересная тема и кстати такой вопрос мне по-моему задавали в девятнадцатом году если да то вот я вставлю этот вопрос но мне кажется что все-таки что-то такое было вот потому что я думала что мне показать нечего а тут видите нашлось все-таки есть что показать вот на этом все я вас благодарю за просмотр надеюсь что видео вам понравилось и мы увидимся обязательно в следующих пока